Алсбэй, война и мир. Ополченцы принесли князя Андрея к лесу, где стояли фуры и где был перевязочный пункт. Перевязочный пункт состоял из трех раскинутых, завороченными полами палаток на крале Дресняка. Вокруг палаток, больше чем на две десятины места, бежали, сидели и стояли обрывавленные люди в различных хозяйствах. Вокруг раненых с унылыми и внимательными лицами стояли толпы солдат-носильщиков, которых тщетно отгоняли от этого места распоряжавшиеся порядком офицеры. Не слушая офицеров, солдаты стояли, опираясь на носилки, и пристально, как будто пытаясь понять трудное значение зрелища, смотрели на то, что делалось перед ними. Из палаток слышались то громкие злые вопли, то жалобные стенами. Извредка выбегали оттуда фельдшера за водой и указывали на тех, кого надо было вносить. Раненые, ожидая палаток своей очереди, хрипели, стонали, плакали, кричали, ругались, просили водки. Некоторые бредили. Князь Андрея, как полкового командира, шагая через неперевязанных раненых, пронесли ближе к одной из палаток и остановились в ожидании приказания. Князь Андрей открыл глаза и долго не мог понять того, что делалось вокруг него. Лук, полынь, пашни, черный крутящийся мячик и его страстный порыв любви к жизни вспомнились ему. В двух шагах от него, громко говоря и обращая на себя общее внимание, стоял и пешись на сухой, с обвязанной головой, высокий и красивый черноволосый мункер офицер. Он был ранен головой и ногой пулями. Вокруг раненого, жадно слушая его речь, собралась толпа раненых и насильщиков. Моего отеда как долбанули, так все побросал, блестят черными разгоряченными глазами. Я, глядываясь вокруг себя, кричал солдат. Самого короля забрали. Подойди только в тот самый раз, если верно его выбрать, если мой звание не осталось бы. Поэтому верно тебе говорю. Днис Андреев, так же, как и все окружавшие рассказчика, смотрел на него блестящим взглядом и испытывал утешительные чувства. Но разве не все равно теперь, подумал он. Почему мне так жалко было расставаться с жизнью? А что будет там? И что такое было здесь? Что-то было в этой жизни такое, чего я не понимал и не понимаю. Один из докторов в окрывавленном фартуке и с окрывавленными небольшими руками, в одной из которых он между большим пальцем и мизинцем, чтобы не запачкать ее, держал сигару, вышел из палатки. Доктор этот поднял голову и стал глядеть по сторонам, но выше раненых. Ему, очевидно, хотелось отдохнуть немного. Поводив некоторое время головой влево и вправо, он вздохнул и опустил глаза. Ну, теперь, сказал он в ответ на слова фельдшера, указывавшего ему на князя Андрея, и велел нести его в палатку. Князь Андрея внесли и положили на только что очистившийся стол, с которого фельдшер споласкивал что-то. Князь Андрей не мог разобрать в отдельности того, что делалось в палатке. Жалобные стоны со всех сторон, мучительная боль бедра, живота и спины развлекали его. Все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, кровавленного человеческого тела, которое, казалось, наполняло всю низкую палату, как несколько недель тому назад это же тело наполняло грязный пруд по Смоленской дороге. Да, это было то самое тело, то самое мясо для пушек, вид, которого еще тогда такой предсказывали, теперешне возбудил нам ужас. В палатке было три стола, два были заняты, на третий положили князь Андрея. На ближнем столе, некоторое время ему оставили одного, и он невольно разглядел, что делалось на других двух столах. На ближнем столе сидел татарин, вероятно, казак, командиру брошенного возле. Несколько солдат держали его. Доктор в очках что-то резал в его коричневой мускулистой спине. Ох, 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 ох. Как будто хрюкал татарин, и вдруг, подняв кверху свое черное, курносое, скуластое лицо, оскалив белые зубы, начал рваться, дергаться и визжать пронзительно звенящим, протяженным визгом. На другом столе, возле которого толпилось много народа, лежал большой, полный человек, затянутый назад головой. Двьющиеся волоса, их цвет и форма головы показались странно знакомым князю Андрея. Несколько человек-фильшеров навалились на грудь этого человека и держали его. Белая, большая, полная нога быстро и часто дергалась, не переставая лихорадочными трепетаниями. Человек этот судорожно рыдал и захлебывался. Два доктора молча, один был в плене, он не дрожал, что-то делали на другой, красной ногой этого человека. Управившись с татарином, на которого накинули шинель, доктор в очках подошел к князю Андрею. Он взглянул в лицо князя Андрея и поспешно отвернулся. «Раздеть, чего стоите!» – крикнулся, где-то на фильшеров. Самое первое далекое детство вспомнилось князю Андрею, когда фильшер трясущимися, засученными руками, расстегивал ему хугольцы и снимал с него платье. Доктор наклонился над раной, ощупал ее и тяжело вздохнул. Затем он сделал кому-то знак, и мучительная боль внутри живота заставила князя Андрея потерять сознание. Когда он очнулся, разбитые кости бедра были вынуты, плаки мяса отрезаны и раны перевязаны. Ему брызгали в лицо водой. Как только князь Андрей открыл глаза, доктор наклонился над ним, поцеловал его кубы и поспешно тушил. После принесенного страдания князь Андрей чувствовал блаженство, давно неиспытанное им. Все лучшие, счастливейшие минуты его жизни. В особенности самое дальнее детство, когда его раздевали и укладывали в кроват, когда няня убаюкивая белу над ним, представляя себе его воображение, даже не как прошедшее, а как действительность. Около того раненого очертания, головы которого показали знакомы князю Андрею, суетились доктора. Его поднимали и успокоивали. «Покажите мне!» Слышался его прерывая рыдание, неиспуганный и покорившийся страданием стон. Слушая эти стоны, князь Андрей хотел плакать. Оттого ли, что он без славы умирал? Оттого ли, что жаром ему было расставаться с жизнью? От этих детских невозвратимых воспоминаний? Оттого ли, что он страдал? Что другие страдали? И так жалостно остановил перед ним этот человек. Но ему хотелось плакать детскими, добрыми, почти радостными слезами. Раненому показали в сапоге, с запекшейся кровью, отрезанную ногу. «О-о-о-о!» Зарагал он, как женщина. Доктор, стоявший возле Раненова, загораживая его лицо, отошел. «Боже мой, что это? Зачем он здесь?» Сказал себе князь Андрей. В несчастном, рыдающем, обессилевшем человеке, которому только что это или ноут, князь Андрей узнал Анатолия Урагина. Анатолий держал на руках и предлагал ему воду в стакане, края которого он никак не мог поймать дрожащими, распухшими губами. Анатолий тяжело вскликал. Да это вот, этот человек чем-то близко и тяжело связан со мной. Думал, князь Андрей, не понимая, еще ясно того, что было перед ним, в чем состоит связь этого человека с моей жизнью, своим детством? Он спрашивал у себя, не находя ответа. И вдруг новое, неожиданное воспоминание из мира детского, чистого и любовного представилось ему. Он вспомнил Наташу, такой, как он увидел в первый раз на Баре 809 года, с тонкой шириной, тонкими руками, с готовым на восторг испуганных счастливым сом. И любовь к ней еще сильнее и живее, чем когда-либо проснулись в его душе. Он вспомнил теперь ту связь, которая была между ним и этим человеком, сквозь слезы наполнявшие распухшие глаза, мутно смотревшими на него. Князь Андрей вспомнил все. И восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце. Князь Андрей не мог удерживаться, более и заплакал нежными, любовными слезами над людьми, над собой, над их и своими заблуждениями. Сострадание, любовь к ближним, любовь к братьям, любовь к любящим, к ненавидящим нас, да, любовь к врагам. Та любовь, которую проповедовал Бог на земле, которая меня учила к Нижнамарии, которую я не понимал. Вот отчего так жаль мне была жизнь. Вот оно то, что еще оставалось бы мне, ежели бы я был. Но теперь уже поздно. Я знаю это. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Князь Андрей не только знал, что он врет, но он чувствовал, что умирает, что он уже умер на половине. Он чувствовал сознание отчужденности от всего земного и странной, радостной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожаясь, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он чувствовал продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое. И по странной легкости бытия, которое он испытывал, почти понятное и ощущаемое. Прежде он боялся конца, он два раза испытал это страшное, мучительное чувство страха смерти конца, и теперь уже не понимал его. Первый раз он испытал его, когда граната волчком вертелась перед ним, он смотрел на нежневью, пустых на небо и понимал, что перед ним была смерть. Нет. Когда он очнулся после своей равнии, в душе его мгновенного, когда освобожденный от удерживавшего его гнёда жизни, распустился этот цветок любви, вечной, свободной, независящей от этой жизни. Он уже не боялся смерти, не думая. Чем больше он в те часы страдальческого уединения и полубреда, которые он провел после своей равнии, вдумывался в это новое, открытое ему начало вечной любви. Тем больше он, сам того не понимая, отрекался от жизни. Все, всех любить. Всегда жертвовать собой для любви, а сначала никого не любить. А сначала не жить этой земной жизнью. И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни. Нет. И тем больше он уничтожал ту страшную преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью. Когда он в то первое время вспоминал о том, что ему нужно будет умереть, он говорил себе, ну что ж, тем лучше. Но после той ночи в мытищах, когда перед ним в полубреду явилась та, которую он желал, и когда он, прижав ее руку к своим губам, заплакал тихими радостными слезами, любовь к одной женщине постепенно прокралась в его сердце и опять привязала его к жизни. И радостные и тревожные мысли с таких родителей. Теперь, вспоминая ту минуту на перевязочном пункте, когда он увидел Анатолия Курагина, он уже не мог возвратиться к тому чувству. Теперь его мучил вопрос о том, жив ли он. И он не смел спросить этого. Болезнь его шла своим физическим порядком, но то, что Наташа называла, это сделалось с ним. Произошло с ним два дня до приезда к Нижней Марии. Это была та последняя нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу. Это было внезапное осознание того, что он еще дрожил жизнью, представлявшись ему в любви к Наташе. И последний покоренный припадок ужаса перед Нижней Дедом. Это был вечер. Он находился в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно рискнули. Соня сидела у стола. Вдруг ощущение счастья охватило его. Ах, это она вошла под мором. Действительно, вместо Сони сидела только что вошедшая неслышными шагами Наташа. С тех пор, как она стала ходить за ним, он всегда чувствовал это физическое ощущение ее близости. Она сидела в кресле, боком к нему, заслоняяя с собой от него свет свечи, и вязала чулок. Она выучилась вязать чулки после того, как он сказал, что никто так хорошо не ходит за больными, как старые няни, которые вяжут чулки. И что в вязании чулка есть что-то успокоительное. Тонкие пальцы ее быстро перебирали из-за сталкивающейся спицы. И задумчивый профиль ее опущенного лица был ясно виден. Она сделала движение, клубок скатился с ее колен. Она вздрогнула, облинулась на него, и, заслоняясь свечью рукой, осторожным, гибким и точным движением изогнулась, подняла клубок и села в прежнее положение. Он смотрел на нее, не шевеляясь, и видел, что после сделанного движения ей нужно было вдохнуть полной грудью, но она не решалась это сделать, и осторожно переводила дыхание. В Троицкой лавре они говорили о прошедшем, и тогда он сказал ей, что, ежели бы он был жив, он благодарил ей вечно Бога за свою раму, которая опять свела его с ней. Но с тех пор они не говорили о прошедшем. Могло или не могло это быть, думал, а теперь, глядя на нее, я прислушиваюсь к легкому стальному звуку спицы. Неужели только затем меня опять свела с ней и так же странная судьба, что вы в нее убили? Неужели мне открылась истина жизни только для того, что я жил в лжи? Я люблю ее больше всего в мире. Но что же делать мне, ежели я люблю ее? И он вдруг застанал под привычки, приобретенные за ее своих страданий. Услыхав этот звук, она отложила чулок, посмотрела на него, и вдруг, увидев его блестящие глаза, подошла быстрым шагом и нагнулась. Вы не спите? Нет. Я давно смотрю на вас. Я почувствовал это улучшение. Никто, как вы, не дает мне той мягкой тишины. Тому света. Мне так и хочется плакать от радости. Наташа привил на него ближе. Бицо я сняла восторженной радостью. Наташа, я слишком. Больше всего. А я, она на мгновение отвернулась. Отчего же слишком, спасибо. Отчего слишком? Ну, как вам кажется, по душе, по всей душе, буду я жить. Я уверен, я уверен, почти вскрипнула. Наташа из страстных движений не взяла этого звука руки. Он помолчал. Как бы хорошо. И взяв ее руку, он поцеловал ее. Скоро после этого, он закрыл глаза и заснул. Засыпая, он думал о том же, о чем он думал все это время. О жизни и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе. Любовь. 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 Что такое любовь? Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все. Все, что я понимаю, я понимаю только потому, что я люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано вместе с любовью. Любовь есть Бог. Умереть, значит, мне, частицы любви, вернуться к общему, вечному источнику. Мысли эти показались ему утешительными. Но это были только мысли. Чего-то не доставало в них. Было в них что-то одностороннее, личное, умственное. Не было очевидности. И было все та же неясность и беспокойство. Он заснул. Во сне он видел, что он лежит в той же самой комнате, в которой лежал в действительности. Но что он не ранен, а здоров. Множество разных лиц, ничтожных, равнодушных являются перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то ненужном. Они собираются ехать куда-то. Князь Андрея смутно припоминает, что все это ничтожено. Что у него есть другие, более важные задачи. Но продолжает говорить, удивляя их в какие-то пустые, островные слова. Постепенно, незаметно, все эти лица начинают исчезать. И все заменяется одним единственным вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. От того, что он успеет или не успеет это сделать, зависит все. Он и герой спешит. Многие его не двигаются. И он понимает, что он не успеет затереть двери. Но все-таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх и страх смерти. За дверью стоит оно. Но в то же время, как он бессильно, неловко подползает к двери. И это что-то ужасное. И с другой стороны, уже надавливая, ломится у нее. Что-то нечеловеческое. Смерть ломится в дверь. И нужно удержать ее. Он ухватывается за дверь. Но, хотя последнее усилие запереть уже нельзя. Только удержать ее. Но силы и двор слабые, неловкие. И надавливая ему ужасно, дверь отворяется. Оно вошло. И оно есть смерть. И князь Андрей умер. Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит. И в то же мгновение, как он умер, он сделал на собой усилие проснуться. Да, это была смерть. Я умер. Я проснулся. Смерть, пробуждение, вдруг просветлела в его душе. И завеса, до сих пор скрывавшая неведомое, была предподнята перед его душевным взором. Он испытал, чтобы освобождение, прежде связанной ему силой, иду странную лёгкую, которая с тех пор не оставляла его. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...